здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о двух необычных способах борьбы с медведкой медведка является чрезвычайно неприятным насекомым которая повреждает многие огородные садовые растения она очень сильно вредит и в защищенном грунте и в открытом грунте чего только не делают для того чтобы с ней бороться и подкладывают отравленный картофель и подкладывают приманки на основе пива и льют мыльные и керосиновые всякие настои на растворы ей прямо в нору затапливают ее но многие методы на поверку оказываются неэффективными я расскажу вам о двух которых которые я проверил на практике и которые показали свою действенность первый способ касается выращивания вокруг посадок овощных растений такого растения как люпин многолистный это многолетний вид люпина который сейчас в диком виде задичал и широко распространился по каким-то лесным полевым и другим территориям вы можете его увидеть в начале лета он цветет очень красивыми высокими фиолетовыми или белыми соцветиями с разным оттенком синего узнать его достаточно легко у него имеется множество сортов гибриды рассола порадуют любого цветовода любителя дело в том что корни этого люпина и только этого вида являются токсичными для медведки в то же время в отсутствие сорняков а отсутствие сорняков является одним из факторов превотращения разве развития размножения медведки является важным помощником в эффективности этого метода не найдя других сорных растений медведка начинает лакомиться глубокими и мощными сочными корнями люпина многолистного поедая их она попросту погибает и если вы окружите свои посадки культурных растений несколькими кустами люпина многолистного розового красного и других оттенков вы получите и замечательный декоративный эффект и прекрасную защиту от медведки по крайней мере досаждать она вам в том количестве в котором досаждала раньше перестанет и второй очень простой способ хоть и не подтверден какими-то специальными научными методами однако же подтвержден многолетней практикой я знаю что его используют фермеры и даже в научно-исследовательских учреждениях в борьбе с медведкой нам поможет ненавистный сорняк под названием голензога наверняка все его знают он еще называется американка если листики растереть он издает такой ну специфический немного аромат зелени он является ближайшим родственником агератума такого цветочка и при созревании цветки дают огромное количество семян семена сохраняются в почве очень долго поэтому избавиться от этого сорняка очень и очень трудно однако же и ему нашлось полезное применение дело в том что подмечено что на те грядках где вокруг культурных растений имеются хотя бы несколько растений голензоги медведка таких грядок избегает поэтому в практике и фермеры и даже ученые содержа свои опытнические грядки не выпалывают оставляют некоторое количество растений голензоги которые не примен непосредственно прилегают к культурным растениям к томатам перцем и другим для того чтобы голензога не проявляла свою вредоносность ее надо периодически прищипывать или подстригать не самое главное не давать ей зацвести тогда она начинает куститься формируют такие густые кустики и зелени и ну не высеваются семена не обогащается почва сорняками в то же время корни голензоги и зелень голензоги отпугивает медведку медведка до такой степени не любит голензогу что весенний период когда голензоги еще нет а это сорняк преимущественно второй половины лета ее можно заготавливать в виде снопов и и надо нарывать вот в таком вот виде с корнями еще даже более мощные растения и высушивать вдалеке от солнца где-нибудь на чердаке но обязательно надо подстилать что-то вроде газет или целлофановой пленки под снопики этой голензоги потому что семена к сожалению имеют свойство дозариваться то есть даже если вы сорвете цветущую голензогу в этом снопике семена дозарятся и высыпятся поэтому для того чтобы не разнести эти сорняки с обувью по участку а тем более если вы задумаете сушить эти растения снопики на участке то в этом случае необходимо собрать все эти семена и попросту сжечь снопики эти можно хранить на морозе можно хранить в другом помещении главное чтобы оно было сухое по весне если вы обнаружили что медведка уже начала свою деятельность да и просто для профилактики заваривайте эти снопы вместе с корнями можете хоть на костре в ведре заваривать делайте густой настой этих снопов проливайте лунки при посадке томатов перцев баклажан огурцов и даже моркови других растений которым вредит медведка а при обнаружении ходов медведки нор заливайте туда этот раствор вместе с хозяйственным мылом таким образом вы увеличите эффективность этих мер борьбы надеюсь что вам эти способы борьбы понравились они вполне такие дружественные не являются жестокими по отношению даже к вредителям в то же время нашли применение сорняку оставляйте свои комментарии на портале процветок точка ком ссылка на него внизу этого видео подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик ставьте свои лайки если видео вам понравилось и я буду рад ответить на все ваши вопросы и обсудить ваши проблемы дать вам дельные советы на портале процветок точка ком всего хорошего